МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последний выпуск новостей 2022 года в эфире в студии Александра Сахоке. Сегодня покажем самые новогодние события, свидетелями которых мы стали. Смотрите выпуски. Время сюрпризов. Как обменять корпоративную валюту на подарки? А елка-то не горит. Почему потухли огни в ледовом городке? И праздничный марафон. В СМПО «Ависма» и депутаты поздравили горожан. И теперь обо всем подробнее. Мы уже рассказывали, что на корпоративном портале в декабре стартовал новогодний квест. А теперь заработанные корпоративные монеты можно тратить на подарки. Как? Сейчас расскажем. На корпоративном портале и в мобильном приложении открылся магазин подарков. Здесь вы можете купить классные вещи для себя и своих близких. Для этого участвуйте в новогоднем квесте. Выполняйте задания. Например, поздравьте коллег с праздниками. Или создайте новогоднее настроение на работе и сделайте фото. А потом загрузите его. За каждое задание можно заработать виртуальные монеты – титаны. Обменивайте титаны на классные подарки для себя, своих детей и близких. Для этого зайдите во вкладку «Магазин подарков». Выберите то, что вам понравилось и оплатите корпоративной валютой. Здесь есть худи, футболки, шапки, термосы и много чего интересного и полезного. Магазин доступен в мобильной и веб-версии портала. Зарегистрируйтесь на нем, если еще не. Участвуй в новогоднем квесте, зарабатывай титаны и получай крутые новогодние подарки от ВСМПО АВИСМА. Возник вопрос по новогоднему квесту? Пиши по указанному адресу электронной почты. Лучших наставников теперь можно узнать по ярким желтым каскам. Поощрять тех, кто показал высокие результаты по итогам года – отличная новогодняя традиция. Мы уже рассказывали о лучших наставниках в СМПО. Эстафету по вручению наград победителям конкурса приняла АВИСМА. В корпоративном конкурсе участвовали руководители практики студентов, инструкторы производственного обучения и специалисты, помогающие в адаптации вновь принятым работникам. Каждый из них – настоящий наставник. И педагог, который учит, и психолог, который поддерживает, и руководитель, который ставит задачи и проверяет результат. Хочу поблагодарить вас за то, что, раз вас выбрали лучшими наставниками, вот за вашу отдачу, которую вы отдаёте этим людям, которые приходят к нам. На ВСМПО АВИСМА к наставничеству относятся со всей серьёзностью. Стартовавшей в этом году масштабной программе подготовки наставников на производстве поучаствовали две сотни специалистов АВИСМА. 21 сотрудник был номинирован на получение корпоративной награды в конкурсе «Лучший наставник». И только шесть, лучшие из лучших, стали победителями. Они получили денежные премии, грамоты, памятные медали и эксклюзивные яркие каски. У Сергея Калыкина, электромонтёра цеха электрообеспечения, получение награды совпало с другим значимым событием – 20-летием работы на заводе. Он уже не первый год помогает студентам разобраться во всех тонкостях профессии. С молодёжью работать непросто, но если постараться, каждому можно найти свой подход. Такие все молодые, кто-то скромный, кто-то повеселее. Но потом как бы маленько адаптируется, как бы уже со всеми начинает общаться. Приходишь ему, объясняешь, схему нарисуешь. Он вроде соберёт, работать будет, говорю, он говорит, не знаю, надо проверить. Я говорю, так давай так посмотрим. И знания, и уверенность в своих силах приходят с опытом. Те, кому повезло с наставником на первых шагах профессионального пути, сами в будущем обязательно станут высококлассными специалистами. Волшебство Нового года всё ближе, праздников всё больше. В Верхней Салде открылся ледовый городок. Не просто открылся, а с представлением, музыкой, играми. Смотрите яркие кадры в нашем сюжете. Нам с вами пора отправиться в новогоднее путешествие в мир сказок. И вот сотни глаз в ожидании волшебства смотрят на учёного кота. Но снежная королева кажется против праздника. Поэтому она решает перепутать все сказки, и новогодние чудо приходится отложить, пока всё не встанет на свои места. Раз он к землю крепко, что же это репка? Вот внучка из сказки Репка пустилась в пляс, чтобы вспомнить, откуда она. То же самое пришлось сделать и Емеле, а ещё старику со старухой из сказки Пушкина. И теперь, когда все на месте, и даже Дед Мороз со Снегурочкой пришли, настало время зажигать главную ёлку. Мы скажем, ёлочка, гори! Как в известной песне, действительно нарядная пришла на праздник. Новогодняя ёлка – центр притяжения. Здесь можно и погулять, и покататься на коньках впервые в этом году. И фото красивое сделать. Тем более на открытии работали профессиональные фотографы телеграм-канала «Где-где в Салде». Давайте скажем, с Новым годом! С Новым годом! Супер! Мне всё нравится, особенно как украсили ёлку. А тебе нравится? Да. Ну всё интересно, детям очень понравилось. Мы-то знаем, что понравилось не только детям. На открытие, кажется, пришёл весь город, несмотря на то, что погода была морозной. Супер, классно. Светится ярко. Всех с наступающим! Здоровья, счастья! Всего наилучшего! Да, тут очень классно кататься, потому что красиво. С Новым годом! Праздник получился яркий, активный, сладкий. А мы передаём всем вам настроение и поздравления от земляков. С Новым годом! С Новым годом! В волшебную страну Дедморозовку отправились самые маленькие салдинцы – дети сотрудников корпорации. Для ребят организовали новогоднее представление во Дворце культуры имени Гаврила Агаркова. Медвежата, снежинки, божьи коровки и, конечно, зайчики – сегодня малыши не просто на новогоднем представлении. Они отправятся в волшебное путешествие. Только он, кажется, сломался! Вот и первое испытание. Сломался волшебный холодильник Деда Мороза. Что делать? Решать проблему песнями, танцами и волшебными словами. И вот целая партия снеговичков готова. Привет, снеговики! Но любопытные зайцы решают поэкспериментировать. И так появляется, если не злодей, то вредный персонаж – Мочалкин, который пытается испортить Новый год. И вот еще одна проблема. Там остановили часы! И кто их спастит в часы? Мы! Что вы делали? Мы танцевали! Помог спасти праздник главный волшебник – Дед Мороз. С ним и танцы веселее, и песни громче. И Мочалкин встает на путь истинный. Мы сюда приехали из Екатеринбурга, специально на детскую елку. Входим каждый год. Нам очень нравится, да, сына? Тебе понравилось? Кого ты напугался? Мочал. Мочалкина напугался, да? Праздник для малышей и взрослых коллектив Дворца культуры проводит каждый год. Однажды в Дедморозовке – представление для детей до 4 лет. А для ребят постарше артисты подготовили сказку «Щелкунчик» и «Мышиный король». Она пройдет со 2 по 6 января. А пока начинаем встречать главный волшебный праздник года. Дорогие салдинцы, от всей души поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Желаю, чтобы все-все в жизни было у вас хорошо. Здоровья, радости, успехов и всего самого-самого наилучшего в Новом году. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом вас! А в минувшие выходные праздник пришел во дворы Верхней Салды. Благодаря ВСМПО «Ависма» и депутатам. Сотни мальчишек и девчонок в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой заразили город новогодним настроением. В предновогодней суете главное не растерять новогоднее настроение. А вот в субботу и можно было запастись надолго. Ведь в семи дворах города сотни мальчишек и девчонок веселились, катались на горках, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой украшали елку и получали подарки. Такой праздник при поддержке ВСМПО «Ависма» детям устроили депутаты, активисты движения «Наш дом» и, конечно, инициативные салдинцы. Наш замечательный снежный городок мы строили все вместе. Помогали и инициативные жители активно, и Домоуправление, служба благоустройства ЖКО привезли елку. Мне кажется, такой замечательный праздник, он должен быть в каждом дворе. Это ведь так здорово, что мы все собрались здесь, соседи знакомятся друг с другом. Рады такому празднику, в котором пришло участвовать очень много детей. Я привез свою дочку, которая на горке накаталась, все рады, довольны. Мне кажется, праздник удался. Удался и еще как, ведь новогодние желания в этот день исполнялись, что называется, не отходя от Деда Мороза. Вот, например, Надя Сорокина из волшебной коробки достала символ 2023 года – кролика. О нем она не раз писала сказочному герою. Я написала то, что с пяти лет я мечтала о кролика. Рекомендую стать большой. Как ты живешь, малыша? Ну, пока что думаю то, что. До появления Деда Мороза юные салдинцы стали участниками акции «Нарядим елочку вместе». Своими руками они создали плюшевых зайчиков, десятки ярких шариков, метры разноцветных гирлянд из бумаги и картонные фонарики. С нами было принято решение поставить елочку, нарядить ее, пригласить Деда Мороза со снегурочкой, приготовить небольшие утешительные призы для тех, кто принесет игрушку для того, чтобы нарядить елку и сладкие подарки. Я думаю, нам все это удалось. Праздник получился хороший. Детям понравилось, я думаю, и родителям. Праздник «Во» накатался наигрался. Очень хороший праздник. Действительно, в этот день были счастливы не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки, наблюдавшие за новогодним чудом. Как здорово, поучаствовал в этом мероприятии, получил кучу эмоций. Но я думаю, что мы хорошо всех зарядились и принесли праздник. Ребята, всех-всех-всех с наступающим Новым Годом! Пусть Новый Год войдет в каждый дом, в каждый двор с любовью и добротой. Дворовый праздник нашел отклик у салдинцев. Мы надеемся, что теперь он станет ежегодным подарком, как для отдельной улицы, так и для всего города. В Березняковские дворы тоже пришел праздник. Это уже традиционный подарок от депутатов-металлургов при поддержке предприятия. Как они поздравляют жителей своих округов с наступающим волшебным праздником? Смотрите в сюжете. У новогодней елочки! Елки на дворечке! Малыши с таким трогательным трепетом ждут волшебного праздника. Поддерживать веру в сказку очень важно, и новогодние персонажи должны быть яркими, красивыми. Олег Сергеев, депутат по округу номер 3, помог 37-му детскому саду в приобретении костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Очень кстати, у детского сада три корпуса, а значит, много воспитанников, которые ждут новогоднего чуда. Даже сам принял участие в новогоднем утреннике, заодно пообщался с руководством о взрослых делах. Ну, в первую очередь, конечно, меня интересуют здесь вопросы безопасности содержания детей, уборки территории, особенно вот в этот период снежный, зимний. Вот, хватает ли средств для организации этой работы? Также депутат «Металлург» тепло дружит с советом ветеранов округа, поздравляет их с важными праздниками. А представители общества слепых, которые тоже находятся в округе, традиционно скоро пойдут в ДК «Металлургов» на елку. Возможность прикоснуться к сказке, не выходя со двора дома, тоже превратилась в традицию. В преддверии Нового года во дворах округа номер 3 прошли дворовые праздники с участием театральной студии «Апельсин» и молодежи «Ависмы». Крутые, веселые, хорошие. Мне мама сказала, что здесь праздник, и в том году я помню был. Вообще нам третий год устанавливают елочку, Сергеев Олег Владимирович, и второй год нам устраивают праздники очень хорошие, нам очень нравится. Дворовые праздники объединяют и детей, и взрослых, позволяют соседям познакомиться, чтобы вместе обсудить насущные вопросы. Такая возможность будет и в округе номер 14 Виталия Носкова. Волшебный праздник придет прямиком во дворы в новогодние каникулы. Жителями округа и образовательными учреждениями Виталий Викторович всегда поддерживает теплые отношения. Так каждый год получают подарки лучшие по результатам учебы и внеучебной деятельности ученики вечерней школы. Уже не первый раз здесь и всегда с огромной ответственностью сюда прихожу, потому что слова, которые пытаешься и стараешься говорить, они несут в себе всегда определенное значение. Я хочу в преддверии Нового года пожелать вам хорошей учебы, хороших оценок, понимания с педагогами. Сладкие подарки для детей из малообеспеченных семей отправились в школу и детский сад 14 округа. Для депутатов-металлургов предновогодние дни – это не только время добрых дел, но и повод еще поближе познакомиться с активными и инициативными жителями округов. Металлурги на мгновение стали дедами-морозами. Желания детей, оставшихся без попечения родителей, исполнены. Подарки от руководителей «Ависмы» в рамках акции «Елка желаний» нашли своих обладателей. Дети с нетерпением ждут подарков, разглядывают коробки и нарядные пакеты, исполнились ли их желания. Но сначала – игровая программа от театральной студии «Апельсин» и молодежи «Ависмы». Все дети без исключения любят сказки и веселые игры. Ты нега приболела, что ли? Да, прихворала немного. Уже не первый год для воспитанников Центра помощи детям «Ависма» показывает новогодние представления. А для руководителей стала доброй предновогодней традицией исполнять желания тех, кто так нуждается в чудесах. Благотворительная акция «Елка желаний» проходит на предприятии «Седьмой год». Почти 40 конвертов с желаниями детей превратились в подарки. Эмоции детей передать сложно. Мечты исполнились. Наступающий Новый год подарил новые надежды и веру в доброту. И о спорте. 23 декабря в Верхней Салде открылся новый «Доджо». Так называют зал для занятий восточными единоборствами. Каратисты клуба «Полярная звезда», которым руководит Сергей Корягин, провели здесь первую тренировку. Просторный, светлый, только что отремонтированный «Доджо» принимает спортсменов, их родители и друзей секции. Первую тренировку на новом татаме открывают самые маленькие – воспитанники школы «Маугли». Программа «Маугли» – это школа раннего атлетического развития. То есть ребятишки занимаются от трех и могут заниматься до 11 лет исключительно. Человек достигший с 7-летнего возраста, то есть когда он идет уже в первый класс, по его желанию он может заниматься по программе «Маугли» или идти уже непосредственно в каратэ. Радость новоселья со спортсменами «Полярной звезды» разделили единомышленники. Виктор Суров презентовал клубу «Правила жизни» атмосфутацию Аямы и активно включился в тренировку. «Стой! Стой! Стой! Стой!» Крики и эхом разносятся по залу, в каждый квадратный метр которого вложено много стараний. К слову, помещение отремонтировали благодаря усилиям руководителя «Полярной звезды» Сергея Корягина, родителей спортсменов, представителей управляющей компанией и городского УЖКХ, а также активных предпринимателей города. Впечатление больше всего не от помещения, а от тех людей, которые здесь находятся. Их искры в глазах, от их духа, от этого впечатления, оно просто обалденное. Подрастающее поколение, которое сейчас, видите, 35 человек здесь еще работают. Я смотрю, наблюдаю сейчас каждый со своим характером, с физическими возможностями, с пониманием, со своим интеллектом. И всех их надо привести к одному знаменателю, чтобы люди были согласны этому правилу жизни, которое подарил Виктор Николаевич, чтобы они в жизни были не только спортсменами, но и людьми. Клуб «Полярная звезда» востребован у солдинцев. Здесь занимается 117 каратистов от 5 до 17 лет, включая детей из школы раннего атлетического развития. Недавно старшая группа вернулась со всероссийских сборов из Москвы, где они оттачивали мастерство под руководством Шихана Виктора Белова. А руководитель «Полярной звезды» Сергей Корягин успешно прошел аттестацию, повысив квалификацию. На этом у меня все. Я поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю хорошо провести время и отдохнуть. До встречи в эфире в новом 2023 году. Новый год. Время сюрпризов. В СМПО «Ависма» представляет. Новогодний онлайн-квест на корпоративном портале. Вас ждут 4 тематические блока и 40 увлекательных заданий. Играйте, зарабатывайте титаны и забирайте крутые подарки для себя и своих близких. Присоединяйтесь! Для сотрудников в СМПО «Ависма» запустился корпоративный портал и мобильное приложение. Теперь у вас всегда под рукой быстрый поиск сотрудников. С порталом вы будете в курсе последних новостей и сможете обсудить их с коллегами. На портале для вас работают полезные сервисы. Здесь вы можете получить расчетный лист. Для этого предварительно напишите заявление у кадрового специалиста. Кроме того, в разделе «Сервисы» вы можете узнать информацию по своим отпускам, посредством индивидуальной защиты, а также баланс по спорту и по питанию. В качестве логина используйте корпоративную электронную почту. Если у вас ее нет, заполните заявление у кадрового специалиста на доступ к порталу с личного адреса. При первой авторизации выберите кнопку «Забыли свой пароль». На следующем экране укажите адрес электронной почты и нажмите кнопку. Вам на почту придет письмо со ссылкой на восстановление пароля. Перейдите по ней и укажите новый пароль. Чтобы зайти на портал с телефона, скачайте мобильное приложение «Битрикс24» в Google Play или App Store. Укажите адрес портала portal.vsmpo.ru, нажав соответствующую кнопку. Далее введите вашу почту и пароль. Если ранее не устанавливали пароль, нажмите кнопку «Я забыл пароль» и вам на почту придет шестизначный код. Введите его на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова